В этом году на подготовку учреждения образования Солигорского района к новому учебному году затрачено почти 4 миллиарда рублей. В том числе выполнены ремонтные работы по договорам, заключенным с физлицами, на сумму более 5 миллиардов рублей и уже освоено 3 миллиарда. Надо сказать, что кроме бюджетных средств, эти деньги выделяются Минским областным исполнительным комитетом на проведение ремонтных работ. Все учреждения еще затрачивали внебюджетные средства. Это деньги, заработанные самими учреждениями, и это материальная помощь шефских организаций, спонсорских. И вот на ремонтные работы и на укрепление материально-технической базы эти деньги также пошли. Направлено на это более 2 миллиардов рублей внебюджетных средств. В отделе образования отметили, что школы, детские сады и учреждения дополнительного образования встречают детей и подростков отремонтированными, красивыми, а главное – безопасными. Около 700 миллионов белорусских рублей направлено на устранение нарушений пожарной безопасности. За счет внебюджетных средств закуплено технологическое оборудование на сумму 183 миллиона рублей. Конечно, это не то, что совсем бы хотелось. Мы не можем сказать, что мы полностью выполнили все задачи, которые школы ставят перед собой. Но тем не менее, сегодня нужно сказать спасибо руководителям, работникам учреждения образования за ту большую работу, которую они провели в летний период. Члены комиссии проверяют подготовку столовых и пищеблоков, спортивных залов и площадок, а также состояние прилегающих территорий. 75% учреждений образования Солигорского района уже готовы к новому учебному году. Последние штрихи, чтобы школы и детские сады распахнули радужно свои двери 1 сентября. Мы рассчитываем, что все учреждения успеют выполнить запланированные мероприятия. И школа обновленная, так как и детский сад, откроет двери для учащихся, обучающихся в сентябре месяце 2015 года. Стоит отметить, что в этом году было заключено 40 договоров о целевой подготовке. Это значит, что через 5 лет в Солигорский район прибудет молодых педагогов. Всего около 100 целевиков педагогического, сельскохозяйственного и медицинского профилей изъявили желание приехать на работу в столицу шахтеров. Для молодых специалистов в Солигорском районе созданы все условия. Это и какие-то по коллективным договорам льготные различные посылы. Это и помощь в оплачивании снимаемого жилья. Это и дополнительные выплаты к заработной плате. Как молодым специалистам льготные кредиты. И поиск жилья, также мы этим занимаемся, в том числе и в общежитиях, и арендное жилье в этом году будет у нас. Но здесь нужно сказать, конечно, спасибо Солигорскому райисполкому, что выделили нам квартиру для арендного жилья молодым специалистам. Во всех учреждениях проведена хорошая подготовительная работа. Радуют глаз светлые классы, еще пахнущие краской. Приобретена новая мебель и техника, подготовлены спортивные площадки, проделана работа по благоустройству. Оценить старания взрослых школьники смогут уже 1 сентября, когда во всех учреждениях образования прозвенят школьные звонки.